Да здравствует, вечный город Рим. Приветствуюсь, друзья, с вами Верос, и мы в Риме. Мы сейчас уже скоро будем в Риме. Так, пообщаемся с другими. Я так долго мечтала попасть в Рим, что сейчас чуть ли не нервничаю. Он прекрасен, я уверен, что он тебе понравится. Такого места, как Рим, нет больше нигде. Надеюсь, что ты не разочаровываешься. Этот город, подобный любому другому, просто крупнее. Он прекрасен. Все так говорят. Теперь я сумею убедиться самостоятельным. Расскажу потом, совпали ли мнения. Приятно вернуться домой. Приятно будет снова встретиться с семьей, и именно они делают Рим моим домом. Ну да. Уверена, что они тоже будут счастливы снова тебя увидеть. Мне негде жить, разумеется. Можно будет пожить у тебя дома. Ненадолго. Само собой, вилла моей семьи нуждается в надежной охране. Для меня будет удовольствие представить тебе место на моей вилле. Живи сколько хочешь. Можешь жить на моей вилле как минимум несколько месяцев, пока не найдешь собственное жилище. Лучше не надо. Финансовые дела моей семьи уже несколько лет оставляют желать лучшего, так что кормить лишний род станет тяжелым испытанием для моей матери. Само собой, вилла моей семьи нуждается в надежной охране. Давайте вот просто удовольствие. Это очень щедро, благодарю. Я постараюсь найти собственное жилище, но приятно знать, что в спешке нет нужды. Ты надолго планируешь остаться в Риме? Посмотрим. Вдруг он мне не придется по вкусу. Тогда придется поискать все другое место для жизни. Но я думаю, что захочу остаться, если найдется место для проживания. Ты будешь привлекать очень много внимания в Риме. Думаешь, это будет неуместно? Быть может, ты сможешь помочь мне выбрать красивый римский палантин. И тогда я впишусь естественным образом в окружение. Думаю, что одного палантина будет недостаточно. Немногие римские женщины выглядят так, словно могут вручную завалить быка. Я считаю, что немного усилий, и мы прекрасно впишем тебя в окружающую среду. Пойдем за покупками? Будет весело. В Риме обожают гладиаторов. Ты сможешь неплохо заработать на арене. Зачем мне сражаться на арене, если необходимости в этом нет? Сражение — необходимость, а не спорт. Я не для того явилась в Рим, чтобы продолжать сражаться. Ну, согласен. Так, Юлия, что ты скажешь? Эй! Ты выглядишь несколько странно. А, благодарю. Именно это желаешь услышать... Именно это желает услышать каждая девушка. Я не хочу возвращаться. Я понятия не имею, куда мне отправиться. Первый раз в долгое время я дома. У тебя нет дома? С какого момента? Если тебе понадобится ночлег, то тебе всегда рады на нашей вилле. Благодарю за предложение. Но предпочту отказаться. Не хочу ни от кого зависеть. Мне случалось видеть, каким ужасным последствием это приводит. Но я действительно благодарна за предложение. Может, я смогу помочь тебе вернуть дом? Не уверен. Но я запомню твое предложение. Разве ты не рада, что мы вернулись? Не особо. Мне больше нравится отсутствовать в городе. Почему? Так, пропотевшие насквозь палатки, которые делишь семью бойцами, самодельные душевые. Захочешь посрать, копаешь яму в грязи. Как это можно не любить? Давайте почему просто спросим. Не знаю. Люди. Время слишком много людей. Я недолюбливаю людей. Ради Йонон и веселей, Калида. Разве ты не рада встречаться со своими друзьями и семьей? Именно встречи с ними я и опасаюсь. Понравилось тебе, Вазиль? Мы не нашли, кого искали. Но зато победили в войне. По моему мнению, это стоит отпраздновать. Хотелось бы мне иметь больше доказательств против братьев Вителиев. Все получится. У тебя и имеются веские аргументы. Будем надеяться. Что это, Легат? Ты кажешься раздосадованным? Бездействие меня тревожит. Праздность притупляет рассудок война. Ты ведь раньше был гладиатором, верно? Быть может, ты захочешь посетить арену и найти себе соперника? Жизнь — это не череда, воин. Наслаждайся моментами спокойствия. Ну, война всегда наступит. В такие моменты спокойствия воин не живет. Я бы лучше сохранял бдительность. Так, чем ты теперь займешься? Тебя кто-нибудь дожидается? Дожидался, но не время. У меня была сестра. Хотя иногда мне кажется, что я потерял рассудок. Существовала ли она на самом деле? Или я просто мечтал о ее существовании? Аресток улучил нас, что это невозможно знать точно. Мы живем скованной внутри клетки, а видим движение теней на стене. Никому более не удастся сковать табата, бестии. Я найду свою сестру. Как получилось, что вас разлучили? Нас обоих продали еще детьми. Ну, в принципе, мы это слышали уже. Она стоила дороже, чем я, поскольку была более одаренная во всех областях. Я не знаю, что с ней произошло потом. Быть может, мы сумеем разыскать ее вместе после того, как я покончу с событиями в Сенате. Я подумаю над твоим предложением. Не, ну, личные события в любом случае. Тут должны быть миссии, квесты. Мы поможем тебе найти сестру бестия. А если не сумеем ее найти, то хотя бы сумеем подтвердить, что она существовала. Или нет. Каково твое мнение о состоявшейся компании? Ты способный командир, но милосердие — твоя слабость. Твои враги существуют до тех пор, пока они живы. Так я убил Митридата. Че ты там, это... В некоторых ситуациях враги необходимы живыми, чтобы добиться более впечатляющей победы. Не могу представить ни одной подобной ситуации. Береги себя. Добро пожаловать домой, господин. Приятно вернуться домой? Более чем приятно. Хоть и здорово быть с... Хоть и здорово будет снова побыть на родине, но невозможно не скучать по Риму. Ну, в принципе, ты грек, да. Логично. А теперь мне нужно лишь сменить одежду и возможность провести день в библиотеке. Пока нет времени на отдых, нам сперва нужно разобраться с Сенатой. Само собой. Я постараюсь не отставать от тебя, как всегда. Чем ты хочешь заняться прежде всего? Встретиться с твоей матушкой. Уверен, что она с нетерпением ожидает новости о нашем прибытии. Всему свое время. Посетив ее сейчас, мы можем поставить ее жизнь под угрозу. Это прекрасная мысль, но... Сделай это скрытно, а потом сообщи мне, как дела у матушки. Но давайте скрытно. Я буду осторожен, как ящерица. Никто не заметит моего присутствия. Что ж, я скажу, что эта кампания прошла успешно. Не многие могут претендовать на превосходство над тобой в сражении. Ты доказал свое преимущество, вне всякого сомнения. Я лишь хотел, чтобы мой отец лично стал свидетелем этих событий. Его одобрение чрезвычайно много бы для меня значило. Спасибо, Сенерос. Твои слова для меня имеют огромное значение. Ты шутишь? Но все равно спасибо. Ну, боевой дух эти фразы не поднимают его почему-то. Ну там, бесконечная вереница легионеров. Ты хорошо себя чувствуешь? Когда я возвращаюсь, у меня всегда странные ощущения, словно я что-то забыл там, за пределами города. Не знаю, как тебе, а мне бы сейчас хорошо забраться в горачу ванну. Может, ты забыл что-то взять с собой? У меня есть все, что нужно. Просто ощущение, что я мог достичь большего. Ну ладно, надеюсь, вино поможет мне развеяться. Что ж, значит, с этим покончено. Чем ты теперь займешься? Знаешь что? Хоть раз в жизни буду бездельничать. Вообще ничего не делать. И это будет великолепно. Мне сперва нужно вернуть свой дом, но потом, возможно, я присоединюсь к тебе в твоем сладком... Ничего не делай, друг мой. Ты заслужил право на отдых. А мне, наоборот, хочется перейти к следующему испытанию. Ты слишком торопишься. Не позволяй жизни проходить мимо. Мы оба заслужили право на развлечение. На востоке мы себя неплохо показали, а? Не думаю, что нам следует жаловаться, принимая во внимание сложившуюся ситуацию. Мы победили в войне, а нам самим удалось выжить. Увидимся позже. Ну и теперь нас встречают... А вы, Люкул, и его победоносный легион. Добро пожаловать домой. Салвей, Уитас. Так приятно снова оказаться дома. Не могу дождаться приятной ванны и фляги карфагенского вина. А может и двух. Дозволено ли мне будет рекомендовать последнюю партию Винпассия Марцелла? Поговорят, что вкус у него божественный. О, твои рекомендации никогда не подводят. Однако же, поприветствуй легата. Этой победой мы больше обязаны ему, чем мне. Мои извинения, легат. Я с тобой не знаком, либо же не узнаю. Пусть это будет последний раз. Консул переоценивает мой вклад. Извинения приняты. Я Маркус Фури Верос. Постарайся отныне узнавать меня. Но не знаю, хамить как-то не хочется. Консул переоценивает мой вклад. Я совершал вышеписанное ради Рима, а не ради признания. Чепуха. Это высокая оценка со стороны консула. Теперь давайте завершим наши дела. Консул, кажется, приписывает успех этой компании тебе, легат. Таким образом, твой долг официально — распустить легион и сзать оружие. За этой рекой находится Памея. И даже победоносный император не может пересечь эту реку с оружием. А что значит распустить? Это же наше войско в атаку! Пусть будет новый Юлий Цезарь чуть пораньше, да? Буквально немного пораньше. Так, немного подобного. Ничего подобного делать не собираюсь. Изрушил право носить свое оружие. Ну ладно, мы подчинимся правилам. Это в любом случае правило. В Риме тут по-другому нельзя. Иначе мы не зайдем... Как победители в Рим, мы зайдем как завоеватели. Наши законы — именно то, что отличает нас от животных. Ты отказался от командования, но сохранил свое достоинство. Ты всегда сможешь вернуться к командованию, когда снова понадобишься Риму. Мне кажется, словно я без одежды. Это часть жизни командира. Снаружи ты солдат, а внутри гражданин. Река Рубикон отмечает священный рубеж, за который... За которым ты перестаешь быть воином. Пора научиться покорять более цивилизованные земли. Встретимся на моей вилле через две ночи. Я хочу, чтобы ты встретился с некоторыми людьми до слушания в Сенате. Мы должны каким-то образом вернуть твою виллу. Не беспокойся о потере своего любимого гладия. Все твое снаряжение будет храниться в целости и сохранности на моей летней вилле за пределами города. Ну и потом вернуться, когда мы покинем Рим, как сказали. Ну, кстати, вон, смотрите, картинки теперь новые тут. Все как положено. Надеюсь, ты голоден, господин. Лукул известен своими щедрыми пиршествами. Не ешь ничего, пока я это блюдо не попробую. Я бы не удивился, если бы братья Виттеля решили отравить всех гостей, лишь бы добраться до тебя и Лукула. Что мы здесь делаем? Разве нам не следует готовиться к слушанию в Сенате? Я уверен, что у господина Лукула есть причины и план действий. Я бы подыграл. Лукулус. А моя личная задача на сегодня попробовать каждое поданное блюдо. Тебе придется катить меня домой, как бочку. Кто сегодня приглашен? Я вижу, что Тули Цицерон и Порт Секотон. Сегодня здесь. И оба они, глубоко уважаемые сенаторы, истечения оптиматов. Но Цицерон это тот самый, скорее всего, Цицерон, потому что, ну... Он, к приходу Юлия, был уже, по-моему, в возрасте. Известный адвокат Цицерон? Именно. Он непревзойденный оратор. Он обучался в Греции. Хотел бы я сейчас быть при оружии. А смысл? Клинок не поможет против яга. Ладно, я иду внутрь, пожелай мне удачи. Пусть тебе улыбнется фортуна, господин. А я буду здесь, если вдруг понадоблюсь. Минута в минуту, как и положено настоящему легату. Добро пожаловать, сынок. Но, кстати, тут картинка не меняется. Ну, так проще его узнать, если что. После такой длительной напряженной кампании тебе необходимо пиршество. Я бы предпочел получить обратно свою виллу и устроить пиршество там. Всему свое время, всему свое время. А теперь обрати внимание на гостей. Это гораздо важнее, чем ты думаешь. Разве нам не следует готовиться к выступлению в Сенате? Следует, и мы готовимся. Это наша подготовка. Гостей на этот пир отбирали не случайным образом. И наш успех чрезвычайно сильно зависит от твоего сегодняшнего поведения. Кто эти люди? Ну, тебе известен Марк Минус и Терм. Он до сих пор благодарен тебе за помощь и спасение своей жизни. Возможно, ты помнишь и Марка Аврелия Коту. Похоже, он взял с собой брата и сестру Луцию и Аврелию Коту. О, как они тут на лежанках. Господин в углу Марк Тули Цицерон. И знакомство с ним окажется для тебя чрезвычайно полезным. Я планирую сделать его твоим завтрашним адвокатом. Адвокат. И последний в списке, но не последний по значению, приглашенный мной Марк Порт Фикатон, который тоже мог... Мог бы тебе представлять, но может и отказаться. Понимаешь теперь, почему тебе было так важно здесь присутствовать? Мне следует делать что-то особенное. Я так не думаю. Просто проявляй свое обычное очарование и постарайся склонить их на свою сторону. И не переживай. Тебе удалось победить целую армию пиратов-бунтовщиков. А это... Обычный вечерний пир. Пиратов хотя бы можно заколоть. Прошу, старайся воздерживаться от закалывания моих гостей. Я пообщаюсь с людьми. Прежде чем ты нас покинешь, непременно присоединись к нам за столом. Я хочу лично представить тебя котом. И улыбайся. Не ходи так, словно ты шесть проглотил. 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 Прошу... Поправить... Этот момент. Так... Кстати, все наши бритарианцы тоже были распущены. Там есть пилы мы в инвентаре еще. Что касается оружия, то даже кинжалы все были конфискованы. Та-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Как они выглядят без. Брони. Ох, какое платье у тебя. Парадное. Так. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ну, нужно присоединиться за столом для начала, да? Вот сюда. А потом поговорить можно будет с остальными. Ну, хорошо. Музыкант его. Красиво. Ну, над обстановкой очень хорошо поработали. То есть даже плотность такая, она намного живее, чем в экспедициях Викинга. Серьезно? Почему он едва дорос до того, чтобы самому потираться, не говоря уже о командовании Легиона? Если Люкулюс говорит, что он выиграл войну, то я ему верю без вариантов. Люкулюс. Понятно вам. Так, ну, мы присоединимся за столом. Это совершенно ни к чему. Я бы потратил все на фермы. Людям необходима пища. Это верно. Но что хорошего в пище, полученной нечестным путем? А каково твое мнение об этом, Легат? Я понятия не имею. Так, а что там получено нечестным путем? А почему нечестным? А вы о чем? Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Похоже, что я угодил прямиком в ловушку. Мои разведчики меня подвели. Чем бы это ни было, не смей меня в это вовлюкать. Похоже, я угодил прямиком в ловушку. Мои разведчики меня подвели. К счастью, я осведомлен, что ты прекрасно обходишь ловушки. Военные трофеи. Неучтенные, не облагаемые налогом. Следует ли их использовать для развития Рима? И чтобы прокормить его населением? Элементарный вопрос. Не за что. Безнравственность питает безнравственность. Средство достижения цели всегда влияет на результат. Разумеется, цель оправдывает средства. Моральное превосходство не имеет никакого значения, если ты голодаешь. Зависит от ситуации. Если люди голодают, само собой. Но того, кто совершил преступление, все-таки следует наказать. Ну давайте про безнравственность. Катон, наверное, оценит это. И я того же мнения. Что скажешь? Люклюсь. Даже твой собственный клиент против тебя? Ничего не скажу. Ведь он мне не рад. Ему позволено иметь собственное мнение. Представляю тебя сенаторов Марка Порция Катона и Марка Туля Цицеронов, которые завтра выступят твоими представителями. По крайней мере, я на это надеюсь. К сожалению, друг, мои обстоятельства сложились иначе. Я решил представлять тебе Виталий Силул. Ах, ты ж продажная шкура, а? Правильно руки твои прибили в свое время. Ничего, мы похожи, если что, этому поспособствуем. Прибитию. Раз ты так поступаешь. Интересно, тогда зачем же ты здесь? Разве мы не твои враги? Что? Почему? Я избегаю выступать на стороне обвинения. Таким образом, друзей не заведешь. Определенно интересный поворот событий, но я слышал, что раньше ты высказывался о братьях в телях негативно. Как же ты оправдаешь для себя их защиту в суде? Не имеет значения, что я оправдываю, что нет. Я выбрал представлять их меру своих возможностей, чтобы правосудие свершилось. Ну да, ну да. А карман пополнился золотом, да? И твои интрижки будешь строить. Ну понятно, понятно. Гвозди уже готовятся, братан. Так, но ведь бездранственно защищать кого-то, о ком тебе известно, что он виновен. Именно так. Это сделает тебя столь же виновным, сколько и твой подопечный. Чушь. До тех пор, пока своей защитой ты не нарушаешь законодательство, ты можешь положиться на систему, она вынесет справедливый приговор. Легат. Каким правилам ты следовал, когда нужно было решить судьбу Триарха? Почему ты решил оставить его в живых? Не было доказательств его вины. Я не стану казнить человека лишь по подозрению. Ну... Давайте, ладно. Наши чувства часто подсказывают нам правильный выход. Интересно, насколько прагматично твое мышление? Я слышал, что у тебя была возможность подкупить наемного стражника, охраняющего шпиона. Хватит его допрашивать, Катон. Не каждый обязан соответствовать твоим завышенным стандартам. Ничего страшного, Цитерон. Да, у меня была такая возможность. Но ты не воспользовался. Преданность, купленная за динарии, бесполезна. Заслуживающее внимание мнения. Зависит от количества динариев, полагаю. Что ж, господа, эта дискуссия стала слишком отключенной на мой вкус. Желаю вам доброго дня. Ну, Цитерон сам продал свою шкуру и спалился. Цитерон, до завтра. Последний вопрос, перед тем, как я отправлюсь ко сну. Снова ты со своими вопросами, Катон. Полагаю, что если ты не счел нужным, то мог бы войти в помире в полном вооружении. Почему же ты так не поступил? Это правило едва ли не старше самого Рима. Не подчиниться ему означало бы проявить неуважение к основам нашего общества. Истинно. Предавая Рим, ты предаешь самого себя. Господа, это была увлекательная беседа. Благодарю вас за нее. Но с вашего разрешения я отклоняюсь. Ну, я буду уйти. Валатэ. Вале, Катон. Так. Ну, Цитерон, короче, продал свою душу. Но здесь... Ну, нам по-любому нужно было отвечать, что мы за Рим. Нам же виллу нужно свою вернуть. И на суде выступить должным образом. У нас пока недостаточно улик, чтобы вынести приговор Виталия Своля. Но я все приложу усилия завтра в Сенате. Надеюсь, что смогу обеспечить помощь Катонам. Тебе следует отправиться на свою виллу. Но будь осторожен. Наемники Сволу все еще ее охраняют. Мне понадобится оружие. Говорят, что некоторые люди носят при себе оружие для развлечения. Будь осторожен. Вернитесь к Снеросу, когда будете готовы уйти из спира. Ну, нам нужно поговорить. Не, ну вот с тобой мы говорить сейчас не будем. Марк. Ай, медленно только ходишь. Могу и побегать? Ах, приятно видеть тебя снова. Выпей вина. Ты хорошо выглядишь, Терон. Ты уже выздоровел? Нога пока периодически побаливает, особенно во время дождя. Но далеко не так ужасно, как могло быть. Прими мою бесконечную благодарность. Я запомню твои слова. Я не жду никакой благодарности, я лишь выполнял свой долг. Не благодари меня за спасение командира. Мне еще многому следует у тебя поучиться. А давайте польстим ему. Примного благодарен. Но я стремлюсь вернуться к службе проприэтера Вази. Надеюсь, Фортуна будет благоволить Риму. Не хочу, чтобы он нуждался во мне снова. А есть ли у тебя мнение по поводу моего приближающегося слушания в Сенате? Я тут едва ли что-то могу сделать. Я бы следовал совету своего патрона. Буклумный человек. У него, как правило, есть несколько запасных вариантов действий. И даже без прочных улик он сможет предоставить тебе преимущество на слушании. Тем не менее, я бы посоветовал быть осторожным. И сам Виталис Сивола, и особенно его брат Лурк, коварны и безжалостны. Готовься к любым неожиданностям. Ты всех знаешь? Лишь тех, кто имеет значение. Веди себя осторожней с Котой. Он все еще обижен на тебя за ущерб нанесенный. Его гордости. А, Кота, че... В том поражении ему следует винить лишь себя. Его гордости. Мы спасли его жизнь. Для человека, подобного Коте, смерть с честью была бы препочтительнее унизительного спасения. Оставлю тебя наедине с вином. То есть можно было и позволить его казнить? Там же миссия была провалена. Там в любом случае его нужно было спасать. Хм. Любопытный персонаж, получается. А Помпеи Великий придет сегодня? Полагаю, он сейчас в Испании? Черт. Ох, я думал, это был мой шанс заручиться его покровительством. Ха-ха-ха-ха. Разумеется, спаситель легионов. Чудо-дитя Луку. Я знал, что ты здесь будешь присутствовать. Тогда твоим способностям предсказания поистине нет равных. Салва, я могу удалиться, если это личная беседа. Чепуха. Ведь это пир. Каков был бы смысл в подобных сборищах, если не общение? Я Аврелия Котта. И Марк, и Луци, мои братья. Приятно познакомиться, Легат. Мы только что беседовали о тебе. Да-да, беседовали. Надеюсь, что вы говорили обо мне только хорошее. Мне кажется, что ты провоцируешь конфликт, Марк. Я чем-то вызвал твой гнев? Чем-то помимо спасения его жизни? Луций. О, прошу, Авреля, пусть он говорит. Пусть все увидят падение Марка Авреля Котта. Человек, который позволил себя схватить, а также позволил погибнуть своему племяннику. Консул, который был спасен бездомным заморышем. Честно говоря, я считаю, что ничто из перечисленного не твоя вина. И для меня было честью спасти тебе жизнь. Не сомневайся, Легат, мой брат тебе благодарен. Надеюсь, вы говорили обо мне только хорошее. Мы обсуждали, как ты спас жизнь моему брату и стал героем азиатской кампании. Не могу полностью присвоить тебе заслуги. Ли Ценилу был моим проводником и наставником. Мне просто повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Каждому известна ценность такого великого лидера, как Марка Авреля Котта. А ценность моего сына Гая была недостаточна, чтобы его спасти. Гаюли Цезарь, ты мать Гая? Несмотря на то, что я знал его недостаточно долго, я считал его своим другом. Мне больно из-за его смерти. Но ничего невозможно было поделать. Ценность человека подтверждает его способность выживать. Ценность здесь не имеет ни малейшего значения. Я пытался спасти его тоже, но иногда просто ничего не получается. И ты меня прости, Легат. Мне рассказывали, что вы стали близки, несмотря на то, что знали друг друга недолго. Показать Аврелию сломанный меч Цезарем. Я взял этот меч домой после смерти твоего сына. Это его клинок. О, он сломан. Этот меч принадлежал моему отцу. Его называли Кроциаморс, Желтая Смерть. Вы ведь были друзьями, хоть и недолго. Почему бы тебе не оставить меч себе? Мне кажется, у меня все еще есть старые изображения. Завтра я прикажу слуге принести их на твою виллу. Как тебе нынешняя погода? Немного мрачно, не правда ли? Серьезно? Не терпится показать собственную ограниченность? Всего лишь пытаюсь направить беседу в чуть более веселое русло. И правда, в последнее время дождливо. Но дождь, по крайней мере, отпугивает комаров. Похоже, что не всех. Думаю, мне лучше уйти. Все с тобой ясно. Так, мы максимум тут можем со стульями взаимодействовать теперь. Ну давай, пошли, сеньерус. Меня удивило, что Красс предложил спонсировать весь поход. Ему крайне необходима военная победа, чтобы избраться консулом. А поимка свора гладиаторов, так себе достижение. Легкая победа, чтобы привлечь внимание доверчивых плебеев. Ты выглядишь усталым. Может быть, нам следует уйти? Совершенно верно, я измотан. Давай уйдем. Ну как тебе, понравилось? Определенно было весело. Сложно сказать, у меня смешанные чувства по этому поводу. Жизнь обычно неоднозначно. Все притарианцы получили опыт. Отберите вашу виллу у ликторов циволы. Ну, надеюсь, сейчас будем отбирать. Кстати, нужно будет все-таки побольше перевязок сделать. Прям в разы больше перевязок. Нужно больше перевязок. Без них тяжковато. Раздать и второстепенным персонажам. Оу, какой рим, смотрите. О, прекрасный рим. Даже карта есть. Ну, пока мы отправиться можем лишь на виллу. Вилла Фурии. Где дом? Там и твое сердце. Ох, притарианец какой. Принцип. Война может длиться годы. Ограничений по времени нет. Отберите вашу виллу. Ммм, какие тут стражники. Они выглядят без брони. Соответственно, этот стражник, мы его знаем, мы его видели, мы с ним уже общались. Мы днем приходили гладиаторам. Кстати, а про мать ничего не сказали. Любопытно. Ну, мы ж мы вроде бы отправили. И наша любительница длинных платьев тоже с нами. Как-то мы ее пригласили и все хорошо. А остальные разбежались пока что. Ладно, погнали. Господин, похоже, что они тщательно вооружены. Что если им не понравятся наши требования? Значит, нам придется импровизировать. Надеюсь, ты меня простишь, но это не вселяет в меня уверенности. Куда ты направляешься? Марсел, человек с Иволой и школа гладиатор во фраке Виана. Я просто войду. Домой. Давайте поименем. Тебе отличная память на лице, Легат, но у меня есть строгий приказ никого не впускать. На данный момент все твои приказы недействительно отменены, Эликтор. Данное недвижимое имущество принадлежит этому мужчине. Сенатор Като. По приказу Сената, право на собственность этого Легата подтверждены. С этого момента, как глава семейства, он может осуществлять право на использование, получение дохода и отчуждения. Но никаких «но». Если хочешь увидеть завтрашний день. Как прикажешь. Не как я, а как он прикажет. Прошу прощения, господин. Прочь с глаз. Так неожиданно. Благодарю, Катон. Я этого не забуду. Не стоит благодарности. Это было благое дело. Добро пожаловать домой. До будущих встреч. О, прокачечка. Наша любимая. Я так по тебе скучала. Ты прекрасно выглядишь. Ты похудел? Питаешься как следует? Он хорошо есть, и не рос? Да, госпожа. Я так по тебе скучал, Матыш. Расскажи своей маме, как сильно ты о ней скучал. Очень. Я всегда тебя любила больше всех. Не говори своей сестре. Расскажешь мне о войне. Я слышал, что несколько твоих друзей погибли. Убитые пираты. Как же ты выжил? Никак. С тобой разговаривает мой призрак из мира мертвых. Молчи. Нельзя болтать подобные глупости. Не провоцируй богов. Но тебе нравится в Легионе? Ты хочешь избрать военное ремесло своей карьеры? Мне нравится политическая составляющая, но в убийствах нет ничего привлекательного. Это было правильное выбранное средство для достижения цели. Я больше не вижу себя в качестве легата и определенно не хочу участвовать в еще одной кампании. Но придется же в любом случае. Поэтому пусть очень нравится, раз придется делать. Я боялась, что ты возненавидишь такую жизнь, как случилось с твоим отцом. Но похоже, что в тебе больше бойцовского духа, чем было в нем. Госпожа, со всевозможным уважением, я полагаю, что у Легата множество собственных вопросов. Верно? Как с тобой обращались люди с Суолом? Они в основном были вежливы, за исключением того факта, что они хотели посадить меня под замок на этой вилле. Полагаю, что это было слишком рискованным. Решать... Разрешать мне свободно ходить по улицам. Но в твое отсутствие у них не было причин портить мне жизнь. Ты в самом деле думаешь, что они помогли меня убить? Да. И Лукул согласен со мной. Это был коварный план по подчинению нашей семье, но теперь ты дома, и все будет хорошо. Где Левиана? Разве она не должна быть здесь? Я много месяцев не видел твою сестру с Суолом, не выпуская отъезд со своей летней виллы. Она там практически в заточении. Я просто рад видеть матушку живой и в добром здравии. Прекрасно, что ты дома. И что можно назвать это место своим домом снова? У нас теперь много работы после твоего возвращения. О, послушай меня. Ты только что вернулся. Не торопись, а бы стройся на новом месте и дай мне знать, когда будешь готов к работе. Новая цель. Встретиться с Цеза в таверне неподалеку. Открыт новый трофей. Не использованные навыки есть. Деянира уже покинула нас здесь. Это, это все, это все для просто полежать и посидеть. О, а мы знаем, что метла это крутое оружие. Пойдем сейчас подберем. Твоя мать начала водить меня в курс дела по поводу состояния виноградника с момента нашего отсутствия. Урожай собрали гораздо лучше, чем ожидалось. Это отличные новости. Но это значит и наличие проблемы. Одна из наших лос дает особенно выдающееся вино. Роскошный винтаж с гладкой текстурой. Откровенно говоря, господин, это одно из лучших вин, которое мне довелось вкусить. Неужели ты в самом деле так считаешь? Разумеется. И, как тебе известно, я пробовал мириады разных отличных вин в течение своей жизни. Это вино относится к лучшим из них. А почему ты столь изумлен? Разве наше вино производится, как... Дионис на душу положит? Виноделие не является точно наукой. Конечно, мы следуем рецептуре, но многое зависит от капризов Диониса. Изредка, когда он нам улыбается, вино подобного качества может быть произведено. Роскошно. Что именно это означает? Это значит, что у вина богатый и гладкий вкус. Роскошное вино — это дерзкое вино. Я бы точно не использовал подобные прилагательные дописания вина. Понимаю. Не тревожься. Терминология виноделия может казаться странной и туманной. Но ты со временем к ней привыкнешь. Пока что это кажется мне хорошими новостями. В чем подвох? Вопрос в том, что нам делать с подобным вином. Оно стоит существенно дороже наших обычных вин. С такого рода проблемами приятно столкнуться. Возможно, стоит посетить несколько торговцев на рынке. Я все равно сегодня отправлюсь в ту сторону, могу заодно побеседовать с виноторговцами по пути. Постой. Нужно определиться еще с кое-чем до посещения торговцев. Отличному вину нужно красивое название. Как нам следует его назвать? Аристократичное название. Мудрость Минервы. Таинственное. Например, Мрачнейшая Роза. Может, как-нибудь с юмором, как насчет убийцы собак. Не знаю, а ты как думаешь? Как насчет Бесконечного Веселья? Это неплохое название. Очень хорошо. Хорошо. Раз мы определились, тогда ступай беседовать с виноторговцами. Наконец-таки мы вернулись домой, Снерос. Ты можешь в это поверить? Без сомнений. Ты заставил всех гордиться собой, а твоя победа заслуживает празднество. Сегодня я буду готовить. Я не вполне понимаю, каким образом нам дозволено получить виллу обратного владения. В нашей правовой системе есть свои хитросплетения, которые понимают только такие люди, как Цицерон. Я уверен, что чудеса произошли по воле нашего сущего мира. Что мне делать теперь? Я не знаю, дом твой. Сиди, отдыхай, и пусть твои рабы работают. Но держи в уме, что управление поместьем — нелегкая задача. Теперь, когда твоего отца больше нет с нами, тебе нужно будет найти способ получения дохода. Думаю, нам следует сосредоточиться на винной торговле. Раньше ваши виноградники приносили много денег. Недавно мне случилось размышлять о ветельях. От них долгое время ничего не слышно. Подобная тишина пугает. Я не напуган, мне просто не нравится неопределенность. Обычно преступники нападают на тех, кто стремится их разоблачивать. Но в этот раз мы будем подготовлены. Наше нынешнее положение политически достаточно безопасным. Любой враг должен дважды подумать, прежде чем нас атаковать. Я считаю, что в Риме мы в полной безопасности. Не факт. Я вообще бы сказал бы «не факт». «Поговорите с матерью, когда будете готовы закончить акт». Нет, мы пока еще не готовы закончить акт. Этот акт. Так. Вот. Отлично. Метла — это крутое оружие. Особенно синерос с ним... Фуф, как обощраться может. Думаю, пригодится. Он, кстати, уже бы снаряжать. Так, ладно. Оружие мы сдали. Какая огромная вилла, смотрите. Тут прям красота. Ну вот. В этом плане прям, прям постарались. Так, идем сюда. Прогуляемся. А, неиспользованные очки? Ну давайте, навыки сейчас распределим. Фурий. Тебе. Не восприимчивость нагоняют. Толчку, толчку щитом, двум толчкам и контрнаступлению. Боевой клич. Но можно боевой клич. Сейчас, если без оружия придется сражаться, мне кажется, это пригодится. Так. Ну, синеросик, синеросик. Ну, тебя проклятие. Активный навык. Площадь действия 6 гексов. А, слаблен. Минус 50% урона. К врагам именно. Помехи. Пассивный навык. Если в пределах вашей досягаемости враг атакует союзника, то вы сумеете осуществить против врага атаку в подходящий момент. А, кстати, досягаемость. А будет считаться клетка там вот лишняя через клетку, две клетки. Если у него оружие такое вот соответствующее. Бестия. Больше дополнительной концентрации. Гонка. Восстановите очки действия. Первый удар. Вообще, первый удар классный навык. Гонка тоже хорошая, но первый удар на 50% больше с максимальным. Это он жнеца. Включит на максималках, действительно. Твердая рука. Перехват и надзор. Ну, давай твердую руку. Ну, а ты еще не докачалась. Готов ли кабинет к прибытию господина? Мы все сделали еще утром. Все готово. Ну, это вот этот кабинет мой, я так понимаю. Доминэ Клэудиана has been so worried for you. Доминэ. 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 Так. Have a nice day. Вы пробовали сбор этого года на винодельни? А-а-а, я вижу ножичек. Excuse me. Кухонный нож. Ну, собираем оружие по дому, судя по всему. Кухонный нож. Метла. Хе-хе. В перспективе этот сброд будет... ...боеспособной боевой единицей. Ну, вот в это здание зайти нельзя. Ну и ладно. Не сильно хочется. Хотя, кого я обманываю? Как тебе? Во имя Юноны. Что ты на себя напялила? Ну как, соответствует ли Рим твоим ожиданиям? Хм. Кое в чем да, в кое в чем нет. Город огромен, я никогда такого не видела. В нем так много товаров, столько разных людей. Это мне нравится. Но люди странно со мной разговаривают. Не потому, что я чужестранка, а потому, что я женщина. Это мне не по вкусу. Хочешь остановиться? У меня на виле. Если ты не против, то я была бы рада. Это вилла чудесно. Так много статусов, столько прекрасных ковров. Мне нравится твой сад. Такой пышный, зеленый. А лепят фонтаны, меня успокаивают. Во имя Юноны, что ты на себя напялила? Тебе не нравится платье? Не, ну кадрить сразу нескольких... Ну давайте мило скажем. Типично ли это для важных римлян, так бесстыдно заигрывать с собственным телохранителем? Прости, ты права. Мне не следует переходить границам. Я не против. Веди себя, как тебе нравится. Хорошего дня, Дейониро. Так, ты все-таки телохранитель? Я так рада, что меня избавили от этих ликторов. Они так на меня смотрели. Мне вот прям интересно. Ты все-таки телохранитель, да? К серой кобыле задней подходить. Несколько недель она пнула мальчишку конюха и чуть было не убила его. Я буду осторожен. Я буду осторожен. Так, ну это основные задания. Ну а у нас есть виноградники. Разрешите представителя на рынке. Встретитесь из Сеза в таверне. Обучение. Табата. Бестия должен встретиться с синерсом в сенате для начала обучения. Прекрасный букет из красных флагов. На рынке. Ну давайте истинно в вине сначала. Встретимся с Сеза. Несмотря на то, что Рим раскинулся на семи холмах, рынок на Капиталистском холме неподалеку от Форма служит центром для большей части городского движения. Какой суровый лучник. Но Рим прекрасен. Встретитесь в таверне. Ох, тут народу сколько. Бесплатные советы лекаря. Тебе нужны лекарства? Сколько ты знаешь, что я легат? Мир большой, но Рим меньше, чем ты думаешь. В каком-то смысле. Люди болтливые, а ты в некотором роде знаменитый. Скажи, что тебе нужно, и я все для тебя найду. Ты лечишь раны и травмы, а почему не занимаешься этим на поле боя? Каждый мой знакомый лекарь мечтает отправиться на войну с Легионом. Но кости ломаются не только на войне. Жизнь в Риме тоже иногда, как поле битвы. Но ты берешь динарии за врачевание в Риме. Разве это хороший поступок? Что ты продаешь? У меня есть немного лишнего льна. Можешь купить, если хочешь сделать бинты самостоятельно. Содержимое бутылки тоже может тебя заинтересовать. Это микстура, помогающая от многих ядов. Но ты берешь динарии за врачевание в Риме. Разве это хороший поступок? Люди платят не за лечение, а за материалы. Бинты и мази стоят недешево. Было бы прекрасно, если бы все это было даровано богами. Но врачевание — дело рук человека. А людям нужны динарии. Он облегчает симптомы отравления? Тай-ка, частью времени сталкиваются с таким. Сенатские интриги иногда не до такого доводят. Думаю, ты и так об этом знаешь. Куплю позже. Не, конечно, неплохо было бы купить, но у меня денег-то особо и нет. Продать я в любом случае ничего не могу. Так, ну здесь есть блок наручник. Принцип похож у всех. Так, средства первой помощи. Ну давай, ладно. Дробящий урон. Пом-пом-пом-пом-пом. Ударник. Бросить песком. Ну вот это второй раз не нужно. Можно песок использовать. Мгновенный смертельный захват врага с менее чем 25% здоровья. Или на который наложен эффект окружения. Ну это будет, я думаю, полезный навык. Щелкунчик. Разбивает любые орешки. Кстати, амулеты-то пооставались. Амулеты снимать не заставили. Чтоб белочка б назвали. Навык. Эй, сюда, брат. Брат, как приятно снова встретиться. Как твои дела? Красавец, сестра. Так, у меня все хорошо. Приятно снова тебя видеть. Сейчас, когда я тебя вижу в добром здравии, мне и самому намного лучше. Именно. Я думаю, что Цивола опасается обращаться мной плохо и давать мне повод обратиться против них. Удивительно, но он был весьма добр. Я начинаю думать, что его брат Лурко хочет привлечь меня на свою сторону. Цивола пытается удерживать своего брата подальше от меня. Ведь, может, я смогу использовать это на пользу ему. Боюсь, что времени у нас немного. Они следят за мной. Контролируют любое мое перемещение. Кто следит за тобой? Лурко и его людьми. Он утверждает, что это для моей собственной безопасности, но в его улыбке есть что-то зловещее. Не могу уловить, что именно. Я думаю, что Лурко намного опаснее своего. Он занимается всеми их делами. И все ведут себя так, словно работают на него. Даже ликторы моего мужа. Как ты узнала, что я буду здесь? Хотя, ну, там, на второй слог дали... Я не помню, как этих телохранителей с топорами и плетьми правильно произносить. Так, как ты узнал, что я буду здесь? Ты долго ждала? Недолго. Я пасала рабыню понаблюдать за нашей виллой, и она побежала за мной, как только увидела, что ты уходишь на рынок. Как ты думаешь, что Савола планирует сделать дальше? Сложно предполагать. Он ведет себя, как человек без амбиций. Но мы оба знаем, что это не так. Я думаю, что они на чем-то работают. К сожалению, паранойя охватила виллу Виттелия. Там тщательно заметают следы и скрывают все возможное. Все возможное, даже от собственных людей. Ты собираешь сведения для меня. Ты не обязан этого делать. Ты ошибаешься. Я обязана делать это. Это единственный способ, которым я могу тебе помочь, им противостоять. И, может быть, однажды отомстить за нашего отца. Просто сохраняй бдительность, но ничего не предпринимай. И сходить с ума с хухи? Благодарю. Но это не вариант. Кроме того, я гораздо более полезна тебе в качестве жены Виттелия Савола. Держись там и не предпринимай ничего особенного. Благодарю тебя, но не думаешь, что у меня есть выбор. Я отправлю рабыню ко входу в твою кухню и дам ей указания насчет места нашей встречи в следующей... На следующей неделе, да, по-моему, она сказала. Так. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тут бегать нельзя, но вон пропадают текстуры, как будто нам там именно ходить нужно будет. Ладно, пошли. Здесь нам лютать нечего. А, вот что тебе сегодня привело в страну вина? Если ты ищешь именно его, то сюда тебе и нужно. У меня вино куда лучше, чем у Марцелла Випс-Псанья. Страна вина. Ну, так я ее называю. Эту часть рынка занимает коллегиум. Мы ассоциация римских продавцов вина. Знаю, моя семья много с вами сотрудничала. О, и в самом деле, теперь я тебя узнал. Добро пожаловать к моему прилавку. Хочешь что-то продать? А что такое особенного в Марцелле Випс-Псане? Он удовлетворяет запросы клиентов ценой закона и морали. Лжет, обманывает и кое-где угрожает. И в конечном итоге забирает себе лучшие сорта винограда. Вы здесь все делаете вино? Кто-то да. А некоторые закупают вино на виноградниках и просто просто дают. У меня есть немного вина на продажу. Может, обсудим это? Я бы с удовольствием, но правила рынка гласят, что мне нужно пригласить и других продавцов для дегустации. У всех должны быть равные условия. А если я хочу продать вино тебе, я польщен. К сожалению, придется созвать и других торговцев. Они должны будут предложить тебе свою цену. Но если твои планы не изменятся, я был бы не против заключить сделку. А, ну это в любом случае сейчас квест, да? Великолепно. Какой тонкий вкус. Лучшее вино, что я пробовал за год, знаешь? Наши отцы ведь раньше сотрудничали. Но я не думаю, что они достигли такого высокого качества. Ну не знаю, Квин. Неприятное послевкусие. Кажется, ореховое. Прекрасное вино. Но такое годами не будет угасать спрос. Господин, заключим сделку на пять лет. Куплю пятую часть ваших запасов в этом году, еще пятую часть в следующем и так далее. За каждую партию дам по тысяче динариев. Я бы не стал так рисковать. Вкусы меняются, и запросы меняются вместе с ними. Плачу 3500 динариев. Да, с Кардием удастся заработать больше, но я прямо сейчас заплачу за все вино. Согласен, вино хорошее. Куплю весь твой запас за 4000 динариев. Больше, чем готов отдать Квин. Половину сейчас, а половину, когда получу вино. Квин, ты зачем мне принимать твое предложение? Я честный торговец, легат. Наши отцы вели дела друг с другом еще до нашего с тобой рождения. Я продам твою лучшим клиентам и заплачу за все вперед. Кордис, зачем... Квинт предлагает... Квинт, получается, 3,5, да, предлагает? Этот 4. Но честно ли ты поступишь с товаром? Деньги хорошие. Это больше, чем предложил Квинт, и тебе заплатят сразу же, как и я получу всю доставку. Твое вино будет продаваться в лучшей таверне в Риме. От такого нельзя отказаться. Кордис, зачем мне соглашаться на платеж в рассрочку? Эта сделка выгодна нам обоим. Да, сразу удастся заработать меньше, но так лучше в долгосрочной перспективе. Я принял решение. Уверен, решение верное, но лучше знать, что для тебя выгоднее. Разумное предложение, Кордис. Но ты ведь понимаешь, что по мере сокращения остатков старого урожая, цена на них будет расти. Мне также стоит учитывать стоимость хранения остатков. Твоя деловая хватка впечатляет. Я согласен на твои условия и пересмотрю цену. Плачу 6 тысяч динари за 5 лет. Чепуха. Нельзя торговать с этими дорогами. Помяни мое слово. Ты об этом пожалеешь. Даю тебе последний шанс передумать. Ладно, если уж ты так в этом уверен, я возьму твои деньги. Не, не нравится мне твой тон. Прочь с глаз, пока я не разозлился. Такие сделки на дороге не валяются. Я тут же всем займусь. В ближайшее время ты получишь первый взнос. Та-да-да. Ну, выполнили задание неожиданно. Неожиданно, но приятно. Так, так, так. Че тут подковы? Продаешь ножички. Коллегиум пекарей уже не такой, как прежде. Это все из-за Египта. Тамошние проблемы с наследованием престола мешают поставкам зерна. Типично. Возможно, Риму стоит напрямую заняться вопросами правления в этой стране. Ну, че? Клеопатра уже там. Вовсю будет рулить. Вполне возможно. Мы снова встретились, но теперь ты просто гражданин. Что ж, ты очередной клиент моей кузницы. Не знал, что у тебя здесь имеется магазин. А ты мой любимый кузнец, Ворчун. Я уверен, только лишь потому, что ты никогда не встречал ни одного из моих конкурентов. Я думаю, что ты ищешь столярные инструменты. А ты больше не производишь оружие до списка? В мирное время на них нет спроса. Кроме того, оружие запрещается носить внутри, по мере. Знаешь что? Мне есть кое-что, что может показаться тебе интересным. Ты когда-нибудь слышал легенду о анкилах? В щитах Марса? Не думаю, просвети меня. Ну, я не особо интересный рассказчик, но говорят, что во время правления Нумус в Памфиле с неба упал щит Марса. В своей всеохватной мудрости царь заказал выковать 11 копий щита. Они хранились вместе с оригиналом в храме Марса. И ко мне в руки попал один из них. Ты хочешь продать мне копию... Щита? Или это... Это может быть оригинал. Кто может знать? Но видишь ли, даже копия старинной, хорошо сохранившейся, стоит немаленькое состояние. По крайней мере, это изысканный артефакт, давно минувшей эры. Если бы это был оригинал, то я полагаю, легенды гласили бы, что Рим будет существовать лишь до тех пор, пока анкил находится в целости и сохранности. Если купишь его, то заботься о нем как следует. А почему ты сам обслуживаешь этот магазин? Разве у тебя нет для этого помощника, чтобы ты мог проводить больше времени в кузнице? Я смотрю, ты в торговле разбираешься не хуже, чем в военном деле. У меня есть помощница, моя дочь. Не могу позволить себе никого другого. Но сегодня она обучается истории Греции. Или еще какой-то высокопарной ерунде у своего учителя. Надеюсь, если он забьет ее голову такой чепухой, то она найдет богатого мужика. Так что ей никогда больше не придется торговать моими кастрюлями и сковородками. Предложи 2000. Но у меня нет таких денег. Я бы не против щит. Марса сковать, да? Почему бы и нет? Приятно. Ну, пошли. Истина вине. Тем более, тут в таверну заходить. Вон, дверь открыта. Даже это не другая локация. А в таверне людно. Только вон... Ну, это амфора разбитая. Это не кровь. Я думал, сейчас в детективе можно будет поиграть. Ты здесь! Удивлен? Это должно быть очевидно по моему лицу. Но я действительно не ожидал встретить тебя здесь. Блин, серьезно? Ну, в принципе, в викингах тоже можно было любовную линию развивать с кем угодно. Почему? Что не так с этим местом? Ничего. Мне просто казалось, что будет ниже твоего достоинства появляться здесь, будучи славным римским легатом. Но я ошибался. Женщина, принеси еще кувшин. Мой друг слишком трес. Это недопустимо. За прекрасных римских женщин. Рим неплох. От женщин, однако, одни проблемы. В частности, я обожаю проблемы. Ну, это да. Такие проблемы можно обожать. Порой. Удовлетворенно вздыхает. Это мне по вкусу. Еще по одной. Ешьте, пейте и веселитесь. Моя чаша пустая, и я нахожу это вопрос оскорбительным. Прошу прощения, никогда больше не оскорблю тебя подобным образом. Еще! Наливай! А потом я сказал, что же можно сказать в таком случае. Само собой, я спросил. Это и вправду козел, или жалкая попытка имитировать подпорку палатки? Смеется. Дальше что, это было смешно. Было, было. До сих пор смеюсь, когда вспоминаю. Знаешь, как говорят в Африке, вино раскрывает твою душу. Ты так хорош. Как же ты хорош. Ты так хорош. Спасибо, ты тоже неплох. Я так рад тебя видеть. Часто дружба, сложившаяся на войне, не выдерживает испытаний мирного времени. Там нехорош ты, я там. Я тебя уважаю, должно было быть. Вот, уважение. Ты очень много путешествовал, верно? Со счету сбился. Я ходил по разным территориям, видел огромное количество разных лиц, разбил тучу сердец. Вино здесь и прям отлично. Марцел Випспаний. Лучший из трактивщиков. Некоторые говорят, что он пользуется рецептами легендарного мага. Другие сплетничают, что ему контрабанда и доставляют вино из Карфагена. Тебе никогда не хотелось осесть? Ха-ха. Великолепная идея. Может еще жену завести и парочку мелких спиногрызов? Парочка мелких копий тебя? Неплохо звучит. Но не для меня. Я по натуре искатель приключений, а для искателя приключений отдыха не существует. Несомненно, жизнь полна боли и страданий. Но она также полна красоты и чудес. Мы терпим первое и живем ради второго. Есть еще так много всего, что хочется испытать. Для подобных нам людей прекратить движение подобно смерти. Что-то, чего мы не ждем и не желаем. Еще кувшин, господа? Достаточно, рабыня. Вообще-то я хотел поговорить с тобой, господин. Можем ли мы удалиться в уединенные палаты? Похоже, твое красивое лицо постоянно привлекает женщин. Знаю, это и благословение, и проклятие. Выкладывай женщину, а что ты хочешь? Я думаю, что беременна. Промолчай. Ты отец моего ребенка, моего будущего ребенка. Разве ты меня не помнишь, Аквилин? Это похоже на мошенничество. Похоже, верно. Но что, если она говорит правду? Я никогда в жизни этой женщины не видел. Ты так мне сказал, что меня даже не вспомнишь. И я в некотором роде отнеслась к этому с уважением. Но теперь мне нужна твоя помощь. Марцелло Веспанси не любит, когда его девушки рожают. Он жесток. Я помню, что ты отнесся ко мне с добротой. Мое дитя заслуживает лучшего. Наше дитя. Даже если ты не хочешь меня видеть, я бы хотел, чтобы наш ребенок рос в безопасности и подальше от этой дыры. Ты спасешь меня? Откуда нам знаешь, твой ли ребенок? Блин, но после этого вопроса не факт, что получится что-то сделать. Если хочешь, мы тебя... Если хочешь, мы ее выкупим. Верно. Быть может, нам стоит поставить в известность цензоров? Хватит приставать к нашим гостям, Луция. Эти кувшины сами себя не разнесут. Помоги. Прошу. Быстрее, Рамыня. Вечел принял необычный оборот. Прошу прощения. Ты ее действительно не помнишь? Нет. Когда я пьян, то часто забываю всякое. Но мне сложно поверить, что я бы забыл мать своего ребенка. Ну ты ж про это не знал тогда. Как думаешь, она говорит правду? Может быть. Может, не всю правду. Такие моменты я жалею, что здесь нет Калиды. У нее был талант к выявлению лжи. Может, к ней пойти? Не думаю, что тебе стоит в это втягиваться. Наверное, нет. Но что если это действительно мой ребенок? И что будешь делать? Я не знаю, что с этим делать. Мне нужно подумать. Прошу, дай мне знать, если я смогу помочь. Спасибо, друг. Для меня это очень важно. Ступай. Мне внезапно есть над чем поразмыслить. Хе-хе-хе. Та-да-дам. Истина вине. Прикольно. Вот это поворот. Так. Опасный, прекрасный букет. Ну что, пошли. Калида. Калида. Тин-тырин-тин-тин. Ну и остальное уже оставим на следующую серию. В Сенате обучения. О-о-о-о. Тут типа можно выбрать, но мы в любом случае выбираем их только и все. Зачем этот выбор? Просто выбор есть, но выбора нет? А какая была явка на эти выборы? Так, я вижу его. Он у костра. Болтает с другом. Давай будем с ним помягче. А, мы за Калиду прям играем. Кстати, я не обратил внимания, что мы как бы играем сейчас за девчат. За милых дам. Так, сюда все равно не пойти. И не пройти. Здесь ничего нет. Нарсово поле какое. Но взаимодействовать тут нельзя. Все, к сожалению, недоступно для этого. Вон меч лежит, кстати. Нам бы оружие не помешало. Ты здесь? А, иди, Янира с тобой. Калидор мне все тут показывает. Большой город. Больше, чем я думал. Мы видели столько платьев. Даже несколько розовых. А это у тебя какое? В это трудно поверить, но ее привлекли розовые платья. Ярко-красный цвет, предупреждающий об опасности. Цвет хищника. Розовый тебе идет, Янира. Спасибо. Что это за место? Почему ты все время здесь пропадаешь? Это Марсово поле. Вроде святого места для войны. Место для вашего бога войны? Зачем у нас столько богов? С людьми-то трудно. А с богами еще хуже. Это правда. Может, мы просто одиноки? Затем нам и нужно столько богов. Стой! Остановитесь, сейчас же. Пожалуйста, не усложняй ситуацию еще больше. Ты знаешь этих Ландикай? Я не хотел его убивать, это был несчастный случай. Так ты теперь выполняешь за отца грязную работу? Павел? Мне сказали, что ты вернулась. Я не поверил. Не знаю, какая божественная сущность тебя вселилась, ибо мне неизвестна сущность столь глупая. Здесь нами Марс, так что следи за словами. Зачем вы мне преследуете? Ты преступница. Позор нашей семьи. Из-за тебя нас всех ждет бесчестие. Мне дело до моей семьи столько же, сколько ей было до меня. Это твои собственные слова, или ты повторяешь за отцом? Только я теперь представляю нашу семью. Так ты теперь выполняешь за отца грязную работу? Отец мертв. Думаю, он погиб от горя, потому что его единственная дочь ведет себя как мужик. А может от того, что его сын сыкло? Ха-ха-ха. Ладно, давайте. Я язык твоя стер как клинок, это правда. Я не люблю играть с луками и мечами, но я хотя бы не убиваю невинных. Я не хотел его убивать, это был несчастный случай. Кого убивать? Несчастный случай? Это был несчастный случай? Расколоть кувшин? Вот это случайность. Столкнуть с лестницей мужа и расколоть его череп? Это кажется уже убийство. Бестие. Это Авл, мой младший брат, он пришел меня арестовать. Арестовать? За что? Она убила человека. Я все время убиваю мужчин, когда они того заслуживают. Рим не благосклонен к женщинам, убивающим мужчинам. Неважно, заслужили он того или нет. Заслужил? Не думаю, что замужество теперь карается смертью. Я не хотел выходить за него замуж, меня никто не спрашивал. Он обращался со мной как с рабыней, запретил мне практиковаться в стрельбе, сломал лук, который ты мне подарил. Мне без него из-за порог нельзя было выходить. Он был твоим мужем, он мог делать с тобой своей жалкой жизнью что душе угодно, а ты все равно не должна была его убивать. Юлия, прошу тебя. Я не желаю тебе вреда. Сдайся мирно. Звучит как угроза, коротышка. Смотри, так ведь можно и на кинжал напороться. Что? А ты ее любовничек-гладиатор, что ли? О чем ты вообще? Обычная бы. Стой, хватит на сегодня убийств. Брат, ты же знаешь, что я невиновный. Невиновный? Я просто не узнаю тебя. Моя сестра была добрая и радостная. Она всегда защищала тебя от отца, который пытался тебя сломать. Это... это у тебя получалось. И потому били всегда тебя, а не меня. Это было несправедливо, как и жизнь в целом. Теперь ты мой должник. Настала твоя очередь меня защищать. Хорошо. Я попытаюсь убедить мать. Ребята, мы уходим. Юлия, не попадайте нам на глаза. Ты неплохо справилась. Почему он ушел? Он хочет меня защитить. Но он будет... Но он будто бы не знает, как. Ну, вполне возможно, он не знает, как. Ну и все, получается, задание выполнено. Ну, интересная отсылочка. Любопытная. Короче, она убила мужа. Хе-хе-хе. Поэтому к семье возвращаться особо и не хотела. Логично. Не поспоришь. Ну и обучение Табата Бестия. В общем, мы в Рим вернемся уже в следующей серии. На сегодня попутешествовали. Пока без сражений. Но я так думаю, это ненадолго. Кулаки скоро полетят направо и налево. Да и не только они. Но на сегодня, в любом случае, все, друзья мои. С вами был Вера. Всем добра. Пока-пока.